Доброе утро! Мы с самого утра, солнце еще только встает, а мы уже движемся на базарчик, потому что хотим купить капусту. Она у нас подешевела, в прошлый раз была по 10 гривен. Надеемся, что и в этот раз будет по 9. В общем, надеемся, идем чисто за капустой. Еще мы должны вам сказать о том, что сегодня с утра очень свежо. Ночью было сколько? 4 градуса всего лишь. И сейчас тоже 4, поэтому мы так это замерзли. Но солнце поднимется, и у нас, как обычно, днем будет тепло и прекрасно. Надеемся. А мы уже подходим к базарчику. Базарчик в разгаре. Яйца. Что с яйцами? Ну, чуть подешевели что ли? По 230 не вижу, только по 200. Или есть. Ну, в общем, яйца в той же цене. Айва какая шикарная. А в какую цену айва? Это на 50 гривен. На 50 гривен здесь? Ой, ну, конечно, шикарно. А грибочки? Грибочки. Ага. А вообще по 20 гривен получается за килограмм. Шикарно. А почем грибочки? А, грибочки почем? 150 и 300. 150 и 300. Это вот поменьше, побольше. Здесь, конечно, овощи. Здесь очередь за овощами. Так, короче, поднес. Овощи все в тех же ценах. Давай имени рыбники. Ага. И перчик там. Перчик острый. Почем перчик острый? 50. А помидоры? 35. 35 помидоры. Ну, конечно, хорошие. У меня яйца. Так и были. 80 и 90. Ну, конечно, красивые, крупные. А почем капуста? Да. 16. А оптом вот в мешках? 18. 18. Отлично. Обязательно надо взять. По 100 гривен, да, она сегодня? Отлично. Как обычно, красивые цветочки. Почем такой самый большой? Самый большой. Что, сильно дорогой? 150. Ну, шикарный, конечно. Да. Чулечку, конечно, обязательно возьмем. Для Александра. Сегодня с красным перцем, да? Пожем. Ай, пахнет. Что, капуста. Почем капуста сегодня? 12. А? 12. А дешевле? 12. Дешевле по 13. Ну, если оптом, будет дешевле. Будет, будет. Будет хорошо. Что, берем мешочек? Вот такой красивый мешочек. И сколько получится? Хорошая барабойская капуста. Барабойская? А вы еще каждый раз или портажете? Конечно. Сколько получилось тут? 26 килограмм, 705 грамм. Так, 26 это 260. Отлично, давайте. Главное купили. То, зачем шли. Капусту купили. Ну, и по мелочам. Так что, идем домой. Ну, вот мы пришли с рынка, и солнце уже припекает. И некоторые завтракают. Чижик тоже пытается что-то пожевать. Ну, и я с кофе вышла. Прогулялись по свежему воздушку. Ну, с утра, я вам скажу, было очень и очень даже свежо. Ну, а сейчас горяченький кофе. Солнечные ванны с утра. Погода, конечно, у нас в ноябре. Что сказать? Просто, просто великолепно. Позавтракать. Присоединяются. Ну, и Даная уже поела. Запила молочком. И вылизывается. Только чашечка пустая у нее там лежит. Ну, я вам скажу. Цены у нас, как бы, на рыночке, в принципе, остались те же. Вот, в частности, на яйца цены остались такие же. Ну, радует хотя бы то, что не поднялись. И это уже хорошо. А то, что они, конечно, больше 200 гривен за лоток, это, конечно, такое дело. У нас петухи там где-то кричат. В общем, утро начинается. Просыпаемся, друзья. Просыпаемся с добрым утром. И хочу пожелать вам всем хорошего дня. Ну, а капусту мы взяли, конечно, шикарную. И что хочу сказать, что в прошлый раз была капуста по 10 гривен. Это первый раз она появилась в такой цене. Но мы были не готовы ее купить, потому что мы не взяли ничего, чтобы ее принести. Вот, в этот раз Саша взял, конечно же, тачку. Мы пошли. Но того продавца, который был в прошлый раз, в этот раз его не было. И вы могли видеть, когда я спрашивала цену, была и по 15, и по 18. И потом, когда мы походили подольше, конечно, мы нашли по 12. Они, наверное, чуть позже приехали. Ну, и, конечно, я поторговалась. И вы видели, по 10 гривен я купила. Но шикарную. Прошлый раз, которая была по 10 гривен, она была более мелкая и не такая, знаете, не такая по форме. А это по форме, которая и для голубцов можно, знаете, засолить вот эти, как у нас в Одессе говорят, крыжалы. Это для голубцов, то есть цельные листы. Вот, ну, не знаю, буду ли я так делать. Ну, во всяком случае, мы просто взяли, чтобы потом не ходить каждый раз и покаченную капусту не покупать. Взяли уже целую-целую сетку. Сейчас вам покажу, какая она красивая. Такая вот она красивая, крупная, кругленькая капуста получилась. Шикарная. Ну, и Чижик, конечно, решил проверить. Вы видели, какая красивая у нас капуста, конечно. И что хочется сказать, что мы же были перед этим на Одесском рынке привоз. И кто смотрел наши видео, знают о том, что подешевело мясо и сало. Так что это тоже радует. Ну, и мы, конечно, купили мясо и перемололи нам там. И у меня есть хороший кулек фарша. И я думаю, сегодня сделаю котлетки. Что-то давно не делала котлеты. Так что в планах у меня котлеты. И еще хотела показать вам, что сегодня купила на рынке. Семечки. Семечки подсолнух. Знаете, любим с Сашей вечером нажарить семечек. Сейчас, знаете, рано темнеет. И вот вечером как-то сидишь и нечем заняться. Вот мы теперь будем семечки щелкать. Ну, а сейчас я приступаю делать котлеты. Вот фарш, который мы вчера купили. И нам на рынке прямо перемололи. При нас здесь свинина и говядина. И, как видите, я уже туда выдавила чеснок. Натерла на терку лучок. Ну, и сейчас буду добавлять соль, перец, одно яйцо. И, конечно же, мои любимые приправки. Как вы знаете, я вот тут недавно купила приправы. И сейчас я буду класть вот приправа мясная. Универсальная. Вот ее я и добавлю в фарш. Сначала, конечно, черный перец. Это я заказала вместе с приправами. В интернете, как вы знаете. Ну, и, конечно, хорошенько все посолим. И вот эту приправку. Она легко так открывается. И, конечно, мы ее тоже добавим. Поверьте, котлетки получатся намного вкуснее. Здесь разные виды трав. Здесь и базилик. И что-то там еще тут написано. Состав кориандр, томат, паприка, морковь, базилик. В общем, все здесь написано на состав. Так что можете заказать. Под видео оставлю ссылочку там, где я заказывала. Потому что приправы действительно суперовые. Хорошенько перемешаю. И, конечно, хорошо надо выбить фарш. И все, фарш будет готов. Котлетки, котлетки, жарятся. И вот такие они румяненькие получаются. И, конечно же, ароматные. Очень и очень ароматные. Вот так вот мы их переворачиваем. И потом еще немного. И они будут готовы. Вкусные, аппетитные. Ну вот, наготовили, нажарили котлет. Рис на гарнир. И, конечно же, капустка. Которую мы сами засаливали. Доедаем. Потому что купили новую капусту. И будем делать уже новую. Вот. Ну, а сейчас принимаемся обедать. Такой прекрасный день. Как видите, мы, конечно же, на свежем воздухе. И я надеюсь, что еще такая погода будет продолжаться. Да. Хочется вот так вот еще на свежем воздухе посидеть. И утренний кофе пить и обедать. Какая закуска хорошая. Да-да-да. Закуска хорошая. Но и, в общем, все, кто за столом, как и мы, всем приятного аппетита. Ну, а мы обедать. Пока. Пока.